СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Уважаемые слушатели, сразу поясните и обозначить. Ну, на этой неделе, безусловно, праздник весны был уже позавчера, 8 марта, Международный женский день. Вообще, с этой даты как-то, ну, что-то меняется, наверное, да, и внутри мужчин, накануне этого праздника, как-то что-то в душе. Все начинают что-то меняться, да. Хочется больше улыбаться женщинам, хочется говорить им комплименты, говорить им спасибо за то, какую красоту. Ладно, ладно, то есть с сегодняшнего дня хочется им улыбаться. Мне, например, хочется все время улыбаться и говорить комплименты. Но с 8-го мы уже чувствуем дыхание весны. О весне, о весне, красоте, о солнце сегодня будем говорить вместе с прекрасными гостями, которые пришли к нам сегодня. Безусловно, в национальном, опять-таки, да, аспекте. Передача-то у нас «Союз не рушим». Во-первых, представляю Елену Рыкову, это директор Центра национальных культур города Кирова. Елена Анатольевна, добрый день. Добрый день. От местной еврейской национальной культурной автономии сегодня у нас две представительницы. Одна из них неоднократно бывала в нашей студии, Алла Новикова. Здравствуйте. Добрый день, Алла. И компания сегодня и составляет Светлана Меликовская. Светлана, добрый день. Добрый день. А из солнечного и не слишком далекого Таджикистана. Красивого. Красивого Таджикистана. И вот прям собой она олицетворяет вот эту красоту-то, да? Фарзона Арипова, представительница таджикской диаспоры. Здравствуйте. Добрый день, Фарзона. Здравствуйте. Ну, Фарзона, мы тебя предупреждаем, Алла Алисина сегодня как бы пришла. Мы предупреждаем, что когда пришла, ничего не принесла, когда к нам приходят диаспоры. Мы помним Форшмак еще, Форшмак. Да, но мы Форшмак на языке, он еще. Что представитель диаспоры все время приносит что-нибудь вкусное, чтобы мы... Нет, нет, мы не сами едим, мы просто рассказываем, как это вкусно. Мы должны рассказывать, но чтобы мы рассказывали, нам надо, чтобы это что-то не будет... Но хотя сегодня праздник-то женский, мы вроде должны были угощать. Вот именно, да, кстати. По идее. Но мы не подготовились. Ой, извините, пожалуйста. Но мы готовы поздравить. Безусловно, поздравляем. И неоднократно уже это делаем в эфире. В эфире вас и слава благодарности, безусловно, за ваше присутствие в нашей жизни. Вы нам помогаете, вы нам зачастую освещаете, подсказываете. Наша опора зачастую. И вообще жизнь без вас? Не жизнь. Хочется. Да, хочется. Хочется домовить, да. А существование. Восьмое марта, вот лично для каждой из вас, что за праздник, Елена Анатольевна? Ну, это праздник весны, праздник цветов. Всегда приятно, когда мужчины делают комплименты, дарят подарки. Это просто один из поводов, когда им это сделать по статусу, статус мужчины. Я бы задавал этот вопрос, до начала программы задавал вопрос. Центр национальной культуры как-то отмечает? Да, конечно. Да, всегда отмечаем. Мы проводим праздник для мам с детишками, где они угощают, дарят цветы, делают открытки, читают. Вот куда нам с тобой надо было сходить, где угощают. А, сразу же, кстати, скажем, где находится Центр национальной культуры. Это улица Горького, 27. Это непосредственно перекресток Воровского и Горького. Горького Воровского, напротив стадиона «Прогресс» мы находимся. Девятиэтажечка такая, вы на первом этаже занимаетесь площадью. Ну да, приметно, все время едешь мимо Центра национальной культуры. И там недавно был праздник. Да, 8 марта отмечали. Насколько активно прошел? Сколько обычно человек участвует? 6 и 7 марта отмечали очень активно. Да, то есть 6 марта у нас был праздник для маленьких детишек с мамами. И 7 марта был праздник тоже для читателей библиотеки с национальным уклоном. Да, у нас идет наша программа по странам и континентам. И мы ее приурочили просто к празднику 8 марта. Ну, безусловно, представительницы и представители разных, опять-таки, национальностей приходят на эти праздники. Да, мы всегда приношаем представителей разных национальностей, всегда повещаем наше национальное объединение, чтобы приходили на наши праздники. Кто самое вкусное угощение приносит? Кто? Азербайджанцы, узбеки, таджики, евреи. Скоро совсем будет праздник национальной кухни, будем когда проводить? А когда это, скажите нам, пожалуйста? Ну, пока у меня запланировано на апрель, когда у православных закончится пост. Чтобы не обижать православных. Да. Чтобы они тоже приняли более активное участие, поскольку зачастую у нас как раз азербайджанская культура представляет такие более вкусные блюда. Приносят пнов с разными начиночками. Здесь хотелось бы именно, чтобы она представлена и русская, и еврейская культура, и культура других народов, которые проживают на территории нашего города. Ну, мы с Володей вообще-то являемся экспертами по всем блюдам. Обязательно вас пригласим. Кстати, в воскресенье в Доме Дружбы Народов будет проходить праздник татарской кухни. Да вы что? Я вам рекомендую съездить. В Доме Дружбы Народов? В Доме Дружбы Народов на базе Дома культуры АЦМ. АЦМ, да. Вот там татары устраивают праздник. А я даже не знаю, честное слово. К 8 марта? Просто мероприятие, да, просто я вам подсказываю, где можно вкусно поесть. Понятно. Для вас недостаток во вкусной еде к татарам. Татарская кухня очень разнообразная, вкусная. Бележ, чак-чак. И много другое. Вот вы сказали, да, азербайджанцы приносят самое вкусное угощение. Мне всегда казалось, что чем блюдо вкуснее, тем оно дороже в приготовлении, что получается азербайджанцы это первое из тех, кому не жалко на это потратиться. Ну, наверное, и так, и не так. Там просто более есть женщины умеют готовить изысканно, умеют готовить быстро на что-нибудь поесть, на каждый день. А вот когда хочется продемонстрировать что-нибудь... Большинство азербайджанских женщин не работают, поэтому у них есть время вкусно готовить. Поэтому у них есть время продемонстрировать, на что способны, так сказать, азербайджанские женщины. Алла Иосифовна, там что-то не согласилась. Я сказал, чем вкуснее, тем дороже должно быть, и наоборот. Но вопрос-то все-таки вернемся, да, Володя? Да, конечно. Что для вас и что в Таджикистане означает на сегодняшний день праздник 8 марта? Поздравляют вообще друг друга? Да, конечно. У нас в Таджикистане этот праздник очень важен. Как и в России тоже выделяют, так и выходные, дарят подарки. То есть выходной день 8 марта в Таджикистане, да? Да, вот 23-го не выходной, а 8-го выходной у нас. Ну, понятно. Дождите, я уточню, то есть у нас раньше тоже 23-го не было выходной. 23-го февраля не выходной у нас. А как в Таджикистане называется? Тоже, как и у вас. День защитника отечества? Да. Не знаю просто. Ну, там у нас выходных нет, а 8-го у нас выходной, отмечают и поздравляют всех. Вот, очень приятно бывает. Концерты всякие. Ну, как обычно, как во всех странах. То есть цветы, да. А какие цветы? Тюльпаны, розы. Ну, там у нас почти весь год цветы есть. Тюльпаны. Это не является каким-то оригинальным подарком для таджикистанской женщины, да? Раз она растет. Ну, конечно. Одно дело, вокруг снега ты даришь цветы, другое дело там. Но 8-го марта что-то кроме цветов, может быть, еще дарят? Ну, конечно. Ну, ты смотря кому подаришь. Понятно. А мужчина прям вот может любую женщину поздравить? Нет. Нет, вот мы переходим тут уже к нюансам, что ты опять начинаешь там. Нет, ну, разумеется, поздравляю. Кому можно, кого нельзя. А вот окажись в таджикистане 8-го марта. Ну, в дело-то ты и первый встречный подарил. Ага, и получил от братьев. Или от членов семьи. Ну, ты же можешь через брата передать. А, так его же надо еще уговорить как-то образом. Зачем я это делаю, да? Нет, к этому-то относятся адекватно, там можно подарить, но смотри, какой подарок. Если цветы, то ради бога. То есть, вот видишь, Володя, без проблем. Ну, а если что-нибудь другое, то, конечно, там зависит, какие у нее братья, какой отец, не дай бог, муж еще. Ну, конечно, когда муж-то мне Володе не подарит. Нет, я как-то блюду. Да, да. Не, ну, он же на улице увидит девушку, не поймет, замужем она или нет, пока не спросит. А когда подарит, ну, потом только выяснится. Поэтому, ну, дарят коллеги, дарят. А руку поцеловать можно? Нет, вообще нельзя. Вот, Володя, нельзя. Я знаю. Я веду. Я знаю. Ну, неоднократно говорили об этом. Да, вам что лично подарили фарзону здесь, в Кирове? Я изначально говорила то, что не надо дарить цветы, я хочу вкусняшек. Но мне подарили очень много-много вкусняшек. Так. Начиная с 4 утра, всякие салаты, пиццы и так далее, шашлыки, вот то, что я люблю. Любит покушать. То есть и так было в этот 8 марта. В этот 8 марта, да. А в прошлом, нет, в прошлом году были цветы и серьги, и кольца, а в этом нет, только вкусняшки. Ну, так что заказала, то и получила. Ну, я довольна, я очень довольна. Я поела от души. А в таджикской... Володя, не только мы с тобой любим покушать. В таджикской традиции есть какая-то разница? Вот этот подарок на 8 марта там дарит только муж. Этот подарок... Ну, у нас... Обязательно братья только должны подарить. Нет, нету, но люди в основном, вот, к примеру, на работе все скидываются, там, покупают цветы, ну, такие вот, или какую-нибудь красивую ткань. Вот, муж, естественно, дарит. А что потом с этой тканью делать? Ну, мы сьем наряды наши, национальные. Вот, в школах, ну, детям тоже, там, цветы дарят, не больше. А вот если муж, то он, разумеется, подарит какое-нибудь, там, колье, надеюсь, там... Колье? Да. То есть ювелирное украшение? Да. Это уже подчеркивает то, что он очень любит ее, к ней неравнодушен. А если муж жене сковородку подарит? Это означает, что он любит себя, себя самого. Любит себя самого. То есть не принято что-то там из посуды, такой утварь. Зависит от желания девушки, что она попросит. Или, там, от вкуса ее мужа. Если он додумается. То есть девушки поступают, в общем-то, прагматично. Они заранее говорят, что они хотят. Нет, они спрашивают у них, то что, что бы ты хотела на 8 марта. Ну, просто до 8 марта, да. У нас 23 февраля, что подарила, то и получила, можно сказать. Если 23 февраля ты подарила очень красивый подарок, то, разумеется, 8 ты получишь более лучший. Ну, а если 23 ты подарила носки, то жди сковородку. Если тебе я тоже не спрячу. Меня, кстати, зацепило очень про то, что ткань, что действительно ткань приятно получать в подарок. Ну, да, очень дорогие ткани у нас, очень дорогие. У нас что-то с них наряды наши национальные. Елена Анатольевна, если бы вам на 8 марта ткань подарили, у нас как-то вроде не принято или принято, я не знаю. Ну, я бы удивилась, наверное. Удивили, да, минимум. Ну, знаете, я помню, что... Наверное, знаете, там еще ходят в национальных костюмах девчонки, да, девчонки-женщины. У нас не принято носить в повседневной жизни как-то национальные костюмы, да. Может, сейчас вот это уже стало довольно популярно, национальный конорит в одежде. Что-то сейчас ленине, ткани и так далее. Но я думаю, что я, как представительница русских, да, женщин, я бы не хотела помучить отрез на 8 марта. Ну, а почему, если какой-нибудь вот красивый отрез, вот отрез вашей мечты, там, да, пошли, там, заказали. Если это отрез, балыка будет только. Ну, отрез был какой-то, мы тебе подарили, слушай, да, дорогой? Нет, ну, я просто, скажем, не будет мне приятен этот подарок, я так говорю. Не будет приятен? Мне нет. Я бы не хотела получить ткань. Ну, поэтому и спросит вас заранее тот, кто будет вам дарить. Слушай, тебе отрез подарить или нет? А что нам еврейские женщины скажут по поводу ткани, Светлана? Ну, не знаю, мне кажется, любой подарок приятен будет. В хозяйстве пригодится. Да. Если не придумаешь, что с ним сразу сделать, то потом, возможно, это без тебя какое-то... Да ладно, чего вы все на ткани ополучились? Хорошие? Хорошие подарки. Они очень дорогие, эти ткани. Тем более, если ткань дарит, то можно спокойно дарить. Это же платье выходное. Почему нет? То есть, не знаю, мне кажется... То есть, возвращаясь к форзоне, то есть, дарят ткань... Главное, внимание. Да, и такой распространенный такой подарок. То есть, надо понимать, что таджикская женщина, девушка, она, в принципе, изначально умеет шить сама. Ну, да, но вот эти вот... Смотри, какая ткань. Если она очень дорогая, есть такие ткани, где, ну, там, камни, очень красивые на ткани, то трудно будет шить. То есть, все-таки заказ нужно куда-то специалист. Ну, поэтому очень дорого обходится. Такая, ну, те, которые подарят, я думаю, они и заплатят за то, чтобы все шили, и все готово было. Но они очень дорогие, это правда. Но это очень красиво, мне не знаю, мне очень нравится. Если подарят, почему бы нет? Мы все говорим о подарках со стороны мужчин, а женщины женщинам тоже могут? Я не знаю, насколько я знаю, вроде никто никому не дарит. Ну, мама дочери, дочка маме, это естественно. А то, что вот на работе там друзья, то я не видела, что подарили женщине друг другу что-нибудь. А так, между там семьей, то да. Дети, говорите, дочка или сын, маме, своими руками что-то можно сделать тоже, да? Да, можно, конечно. Распространила. У нас, да. Что делается обычно? Ну, какие-нибудь узоры руками мы шьем, сами в школе нас уже учат. И салфеточки какие-то, да? Ну, не салфеточки, но они больше, я бы сказала. Они очень большие, мы шьем сами, нас учат этому в школе. Вот, можно так же опять подарить цветы. Их, а у нас уроки труда. Ну, вспоминая школу, на 8 марта мальчики что-то готовили девочкам, что-то там строгали. А сейчас у нас вообще есть уроки труда? Есть. У меня дочка учится в 51-й школе. Там и есть уроки труда. Учат и шить, и готовить. Все есть. У нас, у меня у ребенка есть домоводство. Домоводство называется предмет. И труд есть. И вот он к вам на 8 марта сделал своими руками что-нибудь? Своими руками нет, но купил цветок на свои деньги. Сэкономлено. Да, кстати, мы у представительницы местной еврейской национальной культурной автономии как-то не выяснили вот такое целиком-то отношение к 8 марта. Да, светло. Мы ведь как-то с вами уже говорили, собственно, в Израиле этот день такой, ну... Обычный день. Обычный день. Обычный день, да. Какого-то определенного праздника нет по этому поводу. И даже это не выходной. Даже не выходной день. Не выходной. Там вообще в Израиле выходные – это праздники национальные. Ну, они религиозно-национальные или они просто национальные? Вот вся еврейская традиция, она, собственно говоря, построена на религии. Поэтому тут уже настолько все это перемешалось. Перемешано, да. А, ну, хорошо. Насколько я знаю, там в Израиле очень много выходцев из бывших, там, республик, там, Советского Союза. И у них все равно там память историческая, там, где-то. Они как относятся к 8 марта? Нет. Отмечают. Отмечают и отмечают. Конечно, все отмечают. Понятно. Ну, просто как отдельный какой-то. У нас же это государственный праздник. Там нет такого понятия. То есть государство, как бы, оно в сторонке немножко стоит. Да. Ну, душа 8 марта просит праздник. Хотите, отмечаете? Пожалуйста, отмечайте. Хотите, не отмечайте. Но завтра на работу. Ну, и сегодня, собственно говоря, тоже вечером. Ну, вы так говорите – отмечайте. Осталось только показать жестом. Ну, отмечайте, но завтра на работу. Ну, можно же просто отметить. Ну, там же много выходцев. Там же очень много выходцев из России, понимаете? Хорошо, давайте пойдем другим путем. Тогда есть какая-то дата определенная в году, когда вот… Это такой вот еврейский женский день. Есть такая дата? Нет такой даты специальной? Нет. Не знаю, ну, как в России существует день матери, например. Еврейского национального праздника, как день матери, то бишь, такого нет праздника. Но есть еврейский праздник, посвященный именно женщине? По-моему, нет. По-моему, тоже нет. Я не помню такого, чтобы вот именно выделить. Как-то обделили еврейских женщин. При том, что такая большая роль отводится женщине еврейской. В основном все приурочены к какому-либо событию в религиозном плане. То есть, как бы, вот, Пурим, там, Рошашана, там, как бы… Рошашана, напомню, Новый год еврейский, да. Да, это мы уже обсуждали. А вот… Это все приурочено в основном к таким событиям. Угу. Слушайте, ну, такая ведь в еврейской культуре… Такая большая-большая роль… Роль, да. Роль, да, да. Роль, когда отец там, в принципе, может и вообще никакого отношения не иметь, да, к воспитанию ребенка. Да. Почему бы день мамы-то не устроить, да? Очень интересно. Ну, нет, это как бы, это с молоком матери, я считаю, впитывается уже, что мама – это все. Угу, да. Как бы само воспитание, ну, уже это… То есть, маму любить надо не только по праздникам Дня Матери, а нужно любить каждый день. Понятно. Вот, вот, Володя. Понимаешь? Да. Не просто все это. Нет, теперь все про кухню все. Про кухню. Про кухню все. Вот в Таджикистане, Фаразона, есть специальные какие-то блюда, которые именно к 8 марта… Нет, а может, сначала спросим, тоже есть специальные праздники? А, ну, да. Не 8 марта, а вот посвященные женщине. Когда чтят именно маму, женщину, да? Ну, каждый день. Каждый день? Да. Каждый день маму уважать, любить, никогда не перечь ни в чем. Она сказала, там, надо встать, это сделать. Ну, а 8 марта просто там более так широко отмечать, и все. А так каждый день, не дай бог ты маме, там, голос повысится, все уже. Угу. Сразу там негатив пойдет в ту сторону, но это, естественно, надо ее любить. Угу. Ну, бывают такие моменты, когда, там, трудно сдержаться, там, что-то не наперечить, или это вообще, в принципе, невозможно? Нет, в основном нельзя, но вот насколько вот я сама, я ни разу маме не оперечила, никак-то не собираюсь. Ну, есть избалованные дети, которые, естественно, там, могут наорать, но... А, ну, то есть они есть, наверное, в любом обществе. Они везде есть, но в основном у нас все очень любят свою маму, даже если там на улице увидел какую-нибудь женщину пожилой, то надо позуроваться там, посмотреть, может, помочь чем-нибудь. А так, ни уважения нету никому. То есть эта вот традиция, она прямо одна из устоев, да, и она соблюдается из года в год, из поколения в поколение, причем не только в городе в большом, но и... Да, везде, прям. Везде. Вообще вот в маленьких городах это еще сильнее. Там мама, это все самое святое, ее надо любить, уважать. Все, ну, как бы она самая главная для нас. Ну, давайте кухне-то еще поговорим, да? Я знаю, что... Я с удовольствием. Да, собственно, русские люди стараются на первый праздник весенний приготовить что-то такое свежее обязательно, да? Легкое. Вот что вы готовите на 8 марта, да? Только вы так сочно не рассказывайте, а то мы с Володей не сможем передать дальше. Если вспоминать советское время, советское время, мы тут недавно беседовали с историком, 8 марта был тот день, когда к нему обязательно в кировских магазинах появлялись огурцы. Да, вернули окрошку, я тоже помню это время, да. Но сейчас просто мы с окрошкой не связываем нашу, да, 8 марта и весну, поскольку у нас огурцы круглый год, но стараешься приготовить что-то вкусное на стол. Ну, вот вы что-то особенное, вот, или все равно? Ну, главное, что вкусное. Или что-то вот все время из года в год, 8 марта. Вы чего-то особенное готовите? Я лично ничего особенного не готовлю, поскольку я не очень этим заморачиваюсь. Я люблю что-то такое нетрадиционное, какой-то салатик приготовить. Могу сделать окрошку. И обязательно мы ходим всей нашей семьей на шумки. Слушай, опять ведь мы с тобой мужской вопрос-то задаем. Мы не спрашиваем, что вам муж готовит на 8 марта, да? Что мы готовите. Вот, вот, все-таки, все-таки вот. Ну, я думаю, что таких семей немало, когда вам муж, глава семейства, делает сюрприз на 8 марта и берет на себя хотя бы часть приготовления. То есть берет мангал, берет мясо. Да. Ну, вот, конечно, это же не женщина. Вот это вот из года в год традиционно. Традиционно, да. Супруг занимается приготовлением шашлыка. Вот, видите. У нас, кстати, тоже так. Национальное русское блюдо шашлык. Весь день мужчина все убирает. Так, в Таджикистане, вон. Да, убирает. И в деревнях у нас также не убирают. Все целый день готовят. Но 9 марта все будет как обычно. А 8 марта... Как обычно это как? То есть как обычно... Что все хозяйство снова на плечи женские. А 8 марта просто к празднику готовится. Да. А мужчины что-нибудь готовят 8 марта? Да, у нас плов готовят, курутоп готовят. Что готовят? Курутоп. Курутоп. Это что? Почему мы до сих пор не знаем, что это такое? Это национальное блюдо Таджикистана. В основном у нас идет курутоп, а не плов. Правда, здесь, в России, его приготовить невозможно. Из чего это что-то? Как сказать, там как бы идет кефир, слоеное тесто, идут огурцы. И потом вот масло, зафир, я не знаю, как оно в русском, но сначала... Какое масло? Захир. Ну оно какого, растительного или животного происхождения? Это масло. Точно не знаю, но точно не растительное. Точно не растительное? Нет. Но оно очень вкусно, оно так вкусно пахнет, и готовится тоже очень легко. То есть там слойное тесто идет, потом идет этот кефир, потом вот салат какой-нибудь, и сверху вот уже теплое масло они наливают. У нас в Таджикистане очень много заведений, где готовят круто. Кстати, вот и самый главный бизнес у них, да, и все любят, все едят, оно очень сытное блюдо. А почему вы говорите, что здесь нельзя приготовить у нас масло? Так, масло, вот, в основном идет, это просто вот... И, наверное, кефир какой-то специальный? Да, это специальный кефир, там дома они как-то делают, но в России я пока такого кефира не видела. То есть это не наш, там, тот же продающийся... Что-то типа мацони грузинского, катыка, или там... Вот, катык, можно сказать, катык, дух, вот это вот все. Это какой-то легкий кефир какой-то, да? Есть один известный магазин у нас, как бы большой, местный. Зайдешь туда и спросишь, у вас есть катык или мацони в баночках? Есть. И все, зайдешь и возьмешь, и попробуешь, и... Ну, я пока не видела, вот, в обычных супермаркетах. Да, я просто не могу рекламировать магазин, понимаешь, что она в эфире. Но известный местный магазин, да. Ясно. Да, мужчина без лишних напоминаний берет на себя вот эту готовку, да? Он все знает, ему не надо... В основном там в отличном манико, что ты до утром встает, говорит, дорогая, сегодня праздник. Нет, он встает раньше уже, так все брал, там, все чистенько, начинает готовить. Ух ты! Ну, по крайней мере, в нашей семье это так и все. Ну, в статей я тоже видела. Вот, все чистят, там, сами ничего не делай, сидит. Сколько человек в вашей семье? Ну, нас четверо в основном. Сколько? Братья и сестры? Один младший брат и мама, папа, все. То есть утром встает брат и папа? Брат и папа, да. И начинают таскать. Мы как просыпаемся уже, как бы все готово, потом идет вот круто, потом плов. В общем, ну, ежедневно помогает, да? Вот 8 марта как бы все на себя берет. Хорошо. А какие-то развлечения устраивает мужская половина? Ну, может, вот вы сидите кушаете, они тут поют, танцуют, не знаю, что-то показывают, каким-то образом развлекают. Фантазируешь просто сегодня, праздник у нас. Праздник. Играют на инструментах музыкальных решеток. Национальных. То есть вы едите, а не, например, там, как это называется, струнные-то у вас? Рубоб, говорят у вас. Да, они на Рубобе играют, и газели поют. Ну, если есть дома, конечно, Рубоб, то они с удовольствием сыграют. А если нет, то нет, могут в концерт там пригласить, погулять по городу, так, уехать, вот в Арзоб наш. Это? Это... В горах. Да, ну, там очень красиво, туда могут пригласить. Но в 8 марта там холодно, но некоторые все же туда едут. Просто так, свежим воздухом подышать. Это место, где внизу озеро, да? Река. Река, да. Река. Ну, там очень красиво. Да, говорят, очень красиво. Слушай, надо съездить один. 8 марта. И Куру Топ с тобой попробовать. 8 марта, женский праздник. Вот в таджикской культуре, в еврейской, в русской, в азербайджанскую тоже затрагиваем. А вот мужчины-евреи 8 марта. Я просто предлагаю на рекламку небольшую сходить. В середине часа скоро очень вернемся. Все, уходим. Мы продолжаем нашу беседу. Сегодня у нас очень многолюдно в студии. Еще раз напомню имена, фамилии наших гостей. Елена Рыкова, директор Центра национальных культур нашего города, представительница местной еврейской национально-культурной автономии Алла Новикова и Светлана Миляковская, и Фарзона Арипова, представительница таджикской диаспоры. И, конечно, Владимир Сметанин. Да, Азиз Агаев. Остается не так много времени. Так, Азиз Альич, вы вопрос задавали представительницам еврейской. Да, вот вы рассказали, вот видите, вот там, как, значит, Елена Анатольевна сказала, что там муж сразу берет мангал, идет вперед, там, копает, так сказать, снегу место, где нужно, там, выкапывает, там, берлогу, ставит мангал, там, жарит мясо, да, там, Фарзона рассказала, что даже рубоп берет мужчина в то время, когда женщина кушает 8 марта, мужчина играет на рубопе и поет газели, понимаешь, восточные. А как вот мужчины-евреи 8 марта, вот они способны на такие подвиги? Дело в том, что, дело в том, что мужчины-евреи, в принципе, помогают всегда, очень, очень. То есть не только 8 марта? Да. А просьбы или как-то сами не интересуются, что надо сделать? Нет, они очень инициативные. То есть они подвиг совершают каждый день? Да, какого-то такого. Ну, естественно, да, 8 марта они как-то все берут на себя, конечно. Но вообще, вот я просто, пока была реклама, я как-то анализировала, вспоминала, действительно принято как-то у евреев, что мужчина очень-очень-очень помогает женщине. Ну, а все-таки 8 марта готовит мужчина что-то особенное? Да, вот я зашла, допустим, к родителям, к своей, у меня папа с утра пек блинчики к маме. К маме блинчики. Вот так. Так, а у вас, Светлана? Ну, у меня папа готовит их каждый день, в принципе, причем готовит вкусно. Ну, он с утра, пораньше, пока мама спит, он за цветами бегает. Так поступают многие вообще, да. А, да, кстати, да, и за цветами. Да, вы, кстати, мне сказали, блюда-то какие-то есть специальные именно? Нет. К весне. Кстати, когда весна-то вообще у евреев наступает, если у них Новый год в сентябре? Да, сейчас я скажу, Юлия Анатольевна, когда мы... Сейчас скажу, 11 февраля, 11 февраля был праздник Рош-Хашан, ой, Тубешват. Тубешват. Да, Тубешват. И это значит? Это Новый год деревьев, это очередной сбор урожая, и с него начинается отсчет весны. А что собирают 11 февраля в Израиле? В Израиле урожай собирают 4 раза в год. Садят деревья в этот год. Урожай собирают, садят деревья, вот с этого момента, с 11 февраля, это в этом году было 11 февраля, отсчитывается возраст деревьев. Вот, то есть 3 года с них не собирают плоды, а потом начинают. Вау, благодатная какая-то. То есть это... 11 февраля, да? Да, вот этот день посадки деревьев, это начало весны. И на праздники даже ритуально пьют по этому поводу. То есть бокал белого вина, потом смешивают белое, чуть-чуть красного, потом чуть-чуть белого, побольше красного, и четвертый красный. То есть весна наступила. Ну, извините, я не могу не спать, что это символизирует. Это плавный переход от зимы к весне. Запомнил, праздник называется Тубешват. Тубешват. Кстати, отдельно надо будет как-то поговорить поподробнее, да? Конечно, поговорим. Ну, лет когда будет начинаться? А, это будет у нас в мае. Это будет у нас лакбомер и шивот. Можно будет поговорить. Ну, да, да, и поговорить, и посмотреть. Что же ставят на стол во время этих вопросов? Я уже... Вы не дали мне сказать. Я хотела сказать, что я могу прийти с традиционными блюдами. Вот так вот. То есть я напрашиваюсь. Снова мы раскрутили, да? Ну, да, да, да. Пока еще форзон не можем... Я только с удовольствием всегда. Не можем раскрутить. На блюдо. Она сказала, что нету, это самое, масла такого, понимаешь? Ну, плов-то может. Конечно, могу. Вы скажите, я сама приготовлю, принесу. А масло азербайджанцы достанут? Я думаю, что нам... А плов-то... Интересно, что за масло это все-таки такое интересное? Ну, оно темного цвета такое. Оно всегда такое темное, густое. И называется загор, насколько я знаю. Ну, у нас его продают часто, везде, можно даже сказать. Оно как, не знаю, как приправа используется? Не только в этом блюде? Или исключительно вот в этом? Нет, ну, в основном в этом, но им готовят плов тоже, как можно обычное масло его использовать. У него такой аромат приятный. Но в основном так, в Крутопе его вообще очень часто используют. Но есть люди, которым оно не нравится, естественно, и там другое масло не употребляют в этом блюде. Но в основном это все идет с сахаром. Он очень такой необычный. Заинтриговали, в общем. Ну, в общем, смотри, у нас следующая передача с тобой будет 22-го. Марта. Да. Это неделя Навруз. Навруз. Да. Кстати, у нас будет, у нас должен быть какой-то праздник. Мы готовим. Ну, традиционно каждый год. Будет большой Навруз, опять же, я все знаю. Я вам выдам секрет. Будет большой Навруз в Доме Дружбы Народов. Да, там будет плов, я думаю. Да. Должен быть. 21-го. А вот я не знаю, как он. 21-го на 22-го, так 21-го. А 22-го мы проведем передачу. А по-моему, слушайте, 19-го, наверное. 19-го будет. Да. Ну, хорошо. Ну, я вообще... Давайте напомним слушателям, кто, может, подзабыл, что такое Навруз. Ну, Навруз. Навруз – это праздник весны. Да. Новый год, таджетский Новый год. Это, ну, да. Это Новый год, но это больше праздник весны, как бы, да. Это начало пробуждения, там. Я даже знаю, что у древних славян тоже в это же время был, так сказать, праздник пробуждения. Потому что, ну, понятно, что Земля пробуждается, так сказать, весной, а не 31-го декабря. Ну, это один из самых основных праздников ислама. Это не исламский праздник. У таджиков, у азербайджанцев, у узбеков, если я правильно, так сказать, помню. Ну, и у целого ряда других народов. То есть, вещь-то еще такая дорелигиозная. Дорелигиозная. Дорелигиозная, да, да. Очень такая древняя. Потому что там замешано и поклонение огню, и поклонение воде, потому что, например, перед Наврузом отмечают четыре вторника до Навруза. Вторник земли, начинается вторник воды, вторник воздуха, вторник земли, вторник огня. Ну, и сам по себе Навруз отмечается сколько дней? Давайте напомню. У нас три. Три? Двадцать первого, два второго и двадцать третьего. Ну, выходных семь, да. Да, да, да. Семь выходных? Да. Официальных? Да. Государственные. Время государственные праздники, да. Поэтому это очень хороший праздник. Ну, я к чему? Двадцать второго-то мы в Разумнуто приглашаем на передачу. Пусть она нам расскажет, как в Таджикистане Навруз отмечают. Хорошо, я приду обязательно. Так что, да, сразу же приглашаем официально. Да, если тебе помочь, она будет нести что-нибудь. Нет, я ведь ничего не сказал. Конечно, конечно. Володя будет очень рад. Безусловно. Ну, вот мне, конечно, очень здорово, что вы так дружно отмечаете все праздники, еврейские, русские и так далее и тому подобное. Может быть, какие-то предложения там в рамках есть Центра национальных культур, ну, как-то вот в новых форматах еще это отмечается. Нет? Ну, как-то сделать еще у меня праздничать торжественно. Чуть ли не каждый месяц какой-нибудь праздник. Да, у нас там не то, что каждый месяц. Да, у нас постоянно проходят занятия еврейского семейного клуба, скажем так, где мамы занимаются и с детьми. И любые их начинания нами поддерживаются. Татары у нас каждую субботу изучают татарский язык и культуру. То есть всегда, пожалуйста, и мы, скажем, мы не располагаем большими помещениями, то есть мы вмещаем 30-40 человек в наш зал, поэтому... Подождите, а только татары изучают татарский язык? Ну, если вот, например... Русские ходят, тоже на татарский учат. А, ну вот я к тому же, да. Нет, все желающие приходят, да. У нас на занятия тоже ходят все желающие. На еврейский, собственно. На еврейский, да. Интерес к национальным языкам. Ну, на еврейский я приглашала в свое время, но как-то у нас... Ну, у нас уже сформировалась просто группа, мы уже так ушли вперед. Вот. А вообще на занятия семейного клуба, пожалуйста, двери открыты. Мы, у нас, как бы, мы открыты. Что там дается в рамках этого семейного клуба? Так, детям традиция, ну, там такие своеобразные занятия, а мамочке курсы кройки и шитья. Очень актуальная тема. Готовимся к праздникам, Анна Леонидович. Скоро у нас праздник Пурим, мы уже не первый выходной будем делать маски для этого праздника. То есть, а если коротко, Пурим, это... Ну, это как карнавал, самый веселый праздник у евреев. Карнавал. Ну, вот смотрите, да, опять же, если поискать соприкосновения, да, вот во всяких культурах, в любом случае, весна, вот она вот такая, да, это новая жизнь, праздник, ряженность, да, новая жизнь, карнавал, как-то вот нужно ее встретить вкусно и проводить. Ну, да, это же последний. У нас Пасха, кстати, вот, да, кстати, на Врус, мне кажется, вот с Пасхой перекликается, потому что вы тоже яйца красите. Традиция крашения яиц. Мы яйца красим. Нет, мы не красим. Ну, вот я была на азербайджанском празднике, у них вот красят яйца, да, то есть я так... И смысл этого тот же, как и мы воспринимаем его, да? То есть кровь, я думаю, что... Или там другой смысл. Нет, смысл разный, наверное, потому что вот у нас тоже есть Песах, и тоже едят яйца, но там... Совсем другой смысл, да, да. Просто, видите, Пасха все-таки религиозный праздник, связан там с воскресеньем, там и так далее, и так далее. А здесь все-таки языческий праздник. А у евреев это уже там... Самый важный праздник. Там уже свой религиозный праздник. А маски, маски какие маски? Разные. Любые. Я вот буду Аманом, например. Аман? Аман – это министр мерзавец. Министр которого казни. Потому что никто не хочет быть Аманом персонажа. Женочка, скажи, что каждый должен прийти на праздник в маске, то есть это... Да, а маски какие могут быть? Любые совершенно? Любые, абсолютно. Вот мы делаем с детьми, как бы вдруг кто-то придет без маски. Кого на что фантазиях? Тут раз, и на тебе маску. Вот интересно. Здорово. Кстати говоря, тоже, опять же, вот все же знают, что евреи – это люди, не пьющие абсолютно практически. В этот праздник ты должен напиться так, чтобы не узнавать своего соседа. Это настоящий карнавал. Единственный праздник, когда можно напиться. Да, это реально безумный карнавал. Аня. Оторваться. Когда официально расскажут. По поводу. Раз в году только, да? Да. Раз в году. Напиться можно. Очень весело. Ну что, мы уже анонсировали, в общем-то, следующую программу, да, посвятим ее Наврузу. Будет ровно через две недели. Ну а сегодняшнюю передачу «Союз нерешимый» приходится заканчивать. Истекло в наше время. К сожалению, да. Да, наши гости. Спасибо большое. Елена Рыкова, Алла Новикова, Светлана Миляковская и Фарзона Рипова. Спасибо еще раз. С праздником весны вас. Да, с праздником. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Союз нерушимый.